МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Берегите детей". Сразу несколько несчастных случаев с участием несовершеннолетних произошло в Бурятии за сутки. О ДТП, пожарах и падениях сегодня в нашем выпуске. Здравствуйте. Это новости на телеканале Оригус. Восточный экспресс ведет Лариса Иренцеевой. Вначале о некоторых остановках. Коротко. Три нарушения прав лишения. В Госдуме поддержали законопроект, ужесточающий наказание для злостных автонарушителей. Подробнее у сержанта Мордогеевой. Конфискована крупная партия нерестового омуля. О том, как ведут борьбу с браконьерами на Байкале, в материале Алексея Туровова. Не золотая, а зеленая. Осень преподносит сюрпризы. Почему деревья не пожелтели и не опали, расскажет Антонина Болотова. И начнем с череды трагедии на дорогах. Сразу несколько аварий с участием детей произошло в Бурятии за сутки. Есть погибшие. Подробнее Мария Красикова. Селингинский район. Участок дороги недалеко от Гусиноозерска. На часах 8.20 утра. Toyota Vista и Land Cruiser едут в сторону города. Водитель первой автомашины решает идти на обгон. Водитель Toyota Vista, 30-летний житель города Улан-Удэ, совершил столкновение с попутно идущим транспортным средством Toyota Land Cruiser с последующим упрокидыванием транспортного средства. В результате данного происшествия он, пассажир и трое его пассажиров, детей, четырех, двух и годовалый ребенок, были доставлены в центральную районную больницу города Гусиноозерска. По предварительным данным, состояние здоровья взрослых не вызывает опасений. За жизнь маленьких пассажиров борются врачи. Двоих старших детей с анавиацией доставили в Улан-Удэ. А вот годовалый малыш в крайне тяжелом состоянии. Перевозить его пока нельзя. Еще одна страшная авария произошла накануне вечером в Муйском районе. 31-летний водитель Mitsubishi Pajero, не имеющий права управления в состоянии алкогольного опьянения, следуя по улице 70 лет Октября, поселка Токсимо Муйского района, совершил наезд на двух пешеходов. На женщину 50-го года рождения и ее внучку. В результате данного происшествия оба пешехода получили смертельные травмы. Водитель бросил бабушку с ребенком умирать и скрылся с места ДТП. Однако позже его задержали. В его крови обнаружили около двух промилля алкоголя. Как стало известно, погибшие пенсионерка и девочка – жители Иркутской области. В ожидании своего поезда они решили сходить в магазин. Этот поход за хлебом стал последним. Уже возбуждено уголовное дело. Введут следствие. Мария Красикова, Виктор Агафонов, телекомпания «Аригус». И, к сожалению, это еще не все происшествия, в которых пострадали дети. Десятилетняя школьница попала под колеса автомобиля в центре Улан-Удэ. ДТП произошло сегодня на улице Профсоюзной. За рулем паркетника находилась 34-летняя женщина. С ее слов, девочка перебегала дорогу в неположенном месте. С травмами головы ее доставили в больницу. Трехлетнего мальчика из горящего дома спас отец. Пожар произошел в поселке Иволгинск в ночь на 10 октября. По словам 36-летнего владельца дома, ночью он проснулся и почувствовал запах дыма. Горела веранда. Через окно мужчина вытащил сына и выбрался сам. С полученными ожогами его госпитализировали. Двухлетний ребенок получил серьезную травму в одном из торговых центров Улан-Удэ. В зале второго этажа, там между полом и оконной стеной имеется широкий просвет. В него и упал мальчик, пока мать стояла в очереди к кассе. С тяжелой травмой головы ребенок уже больше недели находится в больнице. Следственный комитет тем временем проверяет все помещения центра на соответствие требованиям безопасности. Между тем, за ситуацию на дорогах всерьез взялась Государственная Дума. Депутаты поддержали законопроект об ужесточении наказания для автохулиганов-рецидивистов. За три серьезных нарушения правил дорожного движения теперь могут лишить водительских прав. Что вошло в черный список и как будут подсчитывать, документ изучила саржанна Мордогеева. 18 января два наезда на детей на пешеходных переходах. В обоих случаях водители ранее неоднократно привлекались за нарушение ПДД. Июнь в Октябрьском районе на Зебре сбили пожилую женщину. До этого за нарушение правил водитель привлекался 37 раз с начала года. В тот же месяц в Баргузинском районе в ДТП погиб пожилой мужчина. Ему навстречу выехал злостный нарушитель. Водитель 1971 года рождения ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. И таких историй по Бурятии сотни. По официальной статистике с начала года произошло 926 ДТП с пострадавшими. 97 человек погибли, более тысячи получили травмы. В половине случаев виновниками стали нарушители-рецидивисты. По базам данных госавтоинспекции в Республике Бурятия у нас 28 водителей. Это злостные нарушители правил дорожного движения, у которых более 100 нарушений правил дорожного движения. И один водитель у нас имеет более 300 нарушений правил дорожного движения. На сегодняшний день водители транспортных средств, которые нарушили правила дорожного движения, не всегда лишаются водительского удостоверения. Спешить лихачей может новый законопроект. МВД разработал его и внес в Госдуму еще в мае. Но предыдущий созыв его не успел даже обсудить. Зато новые избранники рассмотрели одним из первых и одобрили в первом чтении. За ужесточение проголосовали 403 депутата. Огромное количество людей страдает от так называемых отморозков. Так их в народе называют. Именно против них направлен данный законопроект. Сложно представить себе, что нормальный водитель совершит в течение года три грубейших нарушения ПДД. К грубым причислят 17 правонарушений. Это превышение скорости более чем на 40 км в час, выезд на встречку, в том числе трамвайную. Пересечение разворотно-сплошной, непропуск пешехода на зебре, а также игнорирование машин со спецсигналами и несоблюдение правил проезда ЖД путей. Ну и, конечно, проезд на запрещающий сигнал светофора и ошибки маневрирования. Я думаю, что в принципе правильно, если пьяные. Если это пересечение, допустим, зебры. Только у нас ездить народ, по-моему, вообще не умеет. Народ уже привык ездить не по правилам. В любом случае надо, конечно, наказывать рублем. В любом случае я не сторонник того, чтобы сразу лишать водительских прав. Кстати, те, кто садится за руль вообще без прав, собираются наказывать длинным рублем до 30 тысяч. Вся эта система очень напоминает ту, что действовала в СССР. Проект неофициально даже прозвали законом трех проколов. Но если это поможет снизить аварийность, депутаты готовы вернуться в прошлое. Сажена Мердегеева, Батр Халматов, телекомпания «Оригус». К другим темам. Еще одно промышленное предприятие Бурятия под угрозой банкротства. Крупную сумму задолжал Улан-Уденский авиаремонтный завод. С иском в арбитражный суд обратился Московский банк. Общая сумма претензий – 14,5 миллионов рублей. На самом заводе признали – долг есть. Кредит у банка брали под залог земельного участка и здание по улице Хоринская. В случае, если суд рассмотрит иск о банкротстве, возможно, придется расстаться с недвижимостью. 10 октября 2016 года в арбитражный суд Республики Бурятия поступило исковое заявление от акционерного общества «БМ-Банк» о признании акционерного общества «Оландынский авиаремонтный завод» несостоятельным банкротом. Вопрос о принятии искового заявления о производстве будет решен в течение пяти рабочих дней. Добавлю, у Лан-Уденский авиаремонтный завод, как отдельное предприятие, существует уже 15 лет. Осуществляет ремонт и техобслуживание вертолетов Ми-8. «Восточный экспресс» только набирает обороты и смотрите во второй части выпуска. Монголия проигнорировала российские требования. Тендер на разработку документации по строительству ГЭС на Селинге объявлен. Подробнее у сержана Мордегеевой. Двор превращается в сволку, а управляющая компания не спешит ее разгребать. Что делать, выяснял дежурный по городу. Конфискована крупная партия нерестового омуля. О том, как ведут борьбу с браконьерами на Байкале, в материале Алексея Туровова. Об этом через минуту, а сейчас о том, что Монголия не услышала Россию. В соседнем государстве объявлен тендер на разработку документации по строительству ГЭС на Селинге. Однако прежде в Бурятии должны были пройти общественные слушания. На обсуждение планировали вынести разработку тех условий. Но соседи решили обойтись без них. Прояснить ситуацию попыталась сержана Мордегеева. Строительство ГЭС на Селинге на территории Монголии обсуждается четвертый год. Речь идет сразу о трех гидроэлектростанциях. Первая – Шурен на самой Селинге, вторая – на ее притоке Архон. Кроме станции, там планируют построить водохранилище и сделать сток в пустыню Гоби. Самую мощную ГЭС собираются возвести на Агенголе. Все объекты могут сказаться на экологии Байкала. Поэтому проект взбудоражил всю российскую общественность. С моей точки зрения, это новость. Ну, это означает вот это объявление. Ну, надо с этим разбираться. Может быть, это пока предварительная информация. То есть, это не означает объявление Центра. А может быть, это действительно какое-то несоразумение произошло. Пока этот проект не получит оценку со стороны ЮНЕСКО, ни о каком строительстве речи не может быть. Первые публичные слушания состоялись в феврале этого года в Кабанском районе. Навстречу приезжали разработчики проекта «Монгольская компания Минис». Наша сторона выдвинула ряд замечаний. Летом вопрос обсуждался даже на уровне президентов стран. Осенью в Бурятии планировали провести общественные консультации по тех условиям. Однако 7 октября Всемирный банк объявил тендер. Мы пришли в некое затруднение. Мы не очень понимаем, зачем и для чего проводить общественные консультации, если Всемирный банк и так намерен организовать тендер. Не принимаем во внимание ни наше мнение, ни результаты, собственно говоря, общественной консультации. В Минприроды Бурятия провели экстренное совещание. Ведомство направило официальные письма в Минприроды России, МИД Бурятия и в сам Всемирный банк. Наши соседи тему также активно обсуждают. Но с другой стороны, их главная цель – получать электроэнергию автономно. На сегодня в этом направлении они полностью зависят от России. Начинается. Россияне сами на реке Ангаре построили шесть гидростанций. Четвертая по счету мощность в 4 гигаватт. Строят вид станции. Почему Монголии нельзя? Ответ на этот вопрос, а также на запросы Минприроды Бурятия станут известны в ближайшие дни. Между тем, времени немного. Конкурс по тендеру Всемирного банка продлится до 25 октября. Сержанты Мердегеева, Бейрма Раднаева, Александр Навжилон, телекомпания «Оригус». Свинарник на берегу Байкала. И это в прямом смысле слова. Прокуратура выявила грубые нарушения в Баргузинском районе. Туристические базы не только наносили ущерб озеру, существовала угроза и здоровью отдыхающих. В ходе проверки установлено. Практически на всех турбазах выгребные ямы негерметичные. ГСМ хранились на земле. Ряд жилых строений возвезен без разрешения. Выпиющее нарушение выявлено в бухте Безымянное Чевыркойского залива. Община с ограниченной ответственностью «Байкалус Тревел» разместила на территории полевого лагеря, указанной местности Свинарника, который, как к нам и установлено, находился на расстоянии 35 метров от прибрежной полосы озера Байкала. Деятельность этой туристской компании приостановлена. Остальные штрафованы на суммы от 10 до 200 тысяч рублей. Ущерб Байкалу наносят и браконьеры. В том же Баргузинском районе изъято около 4 тысяч хвостов нерестового омуля. Операцию провели сотрудники Ангара-Байкальского территориального управления «Росрыболовство». Подробности в следующем сюжете. На закон там все наплевали. Иван Шумилов знает, о чем говорит. На разработку и подготовку спецоперации в Баргузинском районе потратил не один день. Действовать приходилось, соблюдая повышенную секретность. Менять машины, переодеваться, передвигаться только в ночное время суток. Ведь информация об оперативниках среди местных распространялась молниеносно. Что касается рыбоохраны нашей, именно в Усть-Баргузинском районе, после данного мероприятия у меня к этим людям очень много вопросов. В рейд, кроме сотрудников Ангара-Байкальского территориального управления, вышли оперативники линейного отдела полиции на транспорте Улан-Удэ и инспекторы оперативной группы «Баргузин» Забайкальского нацпарка. В итоге поймали пять браконьеров. Все они жители района. Возраст от 20 до 26 лет. В лодке нашли полторы тонны нерестового омуля и около двух с половиной километров сетей. Мотор стоит порядка полутора миллионов рублей. Да, и лодки такие, около двух миллионов рублей стоят. Ну, в среднем на рынке. Стоит полагать о том, что, ну, вольготно себя чувствуют люди. Браконьерами уже отработана целая схема. Одни ловят, вторые доставляют, третьи мелкими партиями продают рыбу уже в магазинах столицы Бурятии. Перекрыть каналы реализации нерестового омуля – вторая по важности задача. Хотели уточнить, как появился такой свежий омуль в продаже в запретный нерестовый период. Она сказала, нам привезли СПК Сухинское. Документов нет. После событий в Баргузинском районе относительное затишье. Сводная команда наделала шуму, только вот надолго ли. В прошлом году в погоне за наживой браконьеры устраивали провокации против защитников омуля. Жаловались на их действия в разные инстанции, провели митинг протеста и даже нападали на оперативников. Каждая лодка за одну ночь может подать из полторы-две тонны омуля. То есть при цене 250 рублей. Вот и в расчеты сделают до 300-400 тысяч. Пришло время перемен, говорят инспекторы рыбоохраны. Борьба только началась. Отметим. С начала нерестового периода ими проведено более 260 рейдов. Задержан 361 человек. В настоящее время в следственных органах Севербайкальского, Боргузинского и Кабанского районах решается вопрос о возбуждении 36 уголовных дел. Алексей Трубов, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус». И вернемся в столицу Бурятии. Предприниматели Улан-Удэ штрафуют за отказ ремонтировать фасады зданий. Мэрия создала реестр нарушителей. В этом году составлено 47 протоколов. В целом выписано 152 тысячи рублей штрафов. Объявлено 26 предупреждений. По требованию администрации города устранены нарушения по 39 объектам. Собственников заставляют ремонтировать фасады и через суд. В отношении собственника здания по улице Ленин 35-Б 30 августа 2016 года был удовлетворен иск администрации о понуждении приведения фасада здания в надлежащий вид. Ответчик уже заключил договор подряда, обязуясь привести фасад здания в эстетический вид до 9 ноября 2016 года. Также в отношении собственников здания Большего кинотеатра «Прогресс» подано исковое изъявление. В целом за нарушение в сфере благоустройства с начала года выписано штрафов на 3,5 миллиона рублей. Но не только обветшалые фасады портят облик Улан-Удэ. Город зарастает мусором. Жители многоквартирных домов стали чаще жаловаться на свалки под окнами. Почему ответственные за вывоз бытовых отходов не спешат убираться и как заставить их выполнять свои обязанности, выяснял дежурный по городу. Так двор на улице Жуковского выглядит уже три месяца. Контейнеры вывозят регулярно, а то, что в них не вошло, остается на контейнерной площадке. Здесь же и гниет, и от запаха гнили страдает детский сад и жители многоквартирного дома. И мы уже жаловались, мы же личная инспекция в курсе, администрация железнодорожного района в курсе, комитет по городскому хозяйству в курсе, что у нас все это не убирается. Получается, что в курсе все, кто должен знать, но двор продолжает зарастать мусором, как, впрочем, и весь железнодорожный район. Между тем, по санитарным нормам управляющие компании обязаны убирать не только контейнерные площадки, но и 20 квадратных метров возле нее. И по мнению уполномоченных, коммунальщики игнорируют это требование, потому что люди редко жалуются. А ведь за свалку на контейнерной площадке предусмотрен солидный штраф. Сумма штрафа для обслуживающей организации 4 тысячи рублей, для управляющей организации от 150 тысяч рублей. Коммунальщиков регулярно привлекают к ответственности. В Комитете городского хозяйства даже готовы назвать самую неряшливую управляющую компанию города. В последнее время у нас особо выделяется на этом фоне управляющая компания столица. Уже составлено порядка 9 протоколов и за нарушение сроков вывоза мусора с контейнерных баков и за уборку прилегающей территории. Чем чаще горожане жалуются на мусор, тем больше штрафов платит управляющая компания. И если жалобы будут приходить по каждой контейнерной площадке, то в городе может стать заметно чище. Артемий Шаков, Виктор Немай, телекомпания «Оригус». Восточный экспресс движется дальше и смотрите в заключительной части выпуска. Не золотая, а зеленая. Осень преподносит сюрпризы. Почему деревья не пожелтели и не опали, расскажет Антонина Болотова. Девочки такие девочки. А какие они на самом деле, в Международный день девочек узнала Мария Красикова. Но сейчас к другим удивительным явлениям, на этот раз природным. Осень в этом году в Бурятии не золотая, а скорее зеленая. С деревьев еще не опала листва, более того, не везде она пожелтела. С чем это связано и как отразится на зимовке растений? Сезонным вопросом задалась Антонина Болотова. Собрать этой осенью разноцветные гербари не так-то просто. Листья еще не успели пожелтеть, а многие даже не опали. Так что же это? Аномалии природы, ранние заморозки или позднее лето? Процесс естественный для большинства многолетних растений. Осенью, когда солнечного света меньше, хлорофилл в листьях разрушается. Они желтеют, краснеют и падают. Но не в этом году. Циклы в природе очень часто изменчивые, они повторяются периодически. Вот это лето у нас было очень необычным. Начало было очень сухое, по сути не было осадков. Только лишь в августе мы заметили, что они усилились. И сентябрь тоже не пожелел нас от влаги. Поэтому ритмика сместилась. И поэтому они живут еще осенним ритмом. Некоторые растения и вовсе перепутали осень с весной. В сентябре второй раз за год цвел багульник, распускались степные растения. Успеют ли они подготовиться к зиме? Так выглядит ветка, готовая к зиме. На ней уже нет листьев, а почки оделись в многослойные зимние покровы. Такому дереву зима уже не страшна. А рядом яблоня. Она еще живет ранней осенью. Листья только начали желтеть и опадать еще не собираются. Таким деревьям перезимовать будет гораздо сложнее. Помогать деревьям с листопадом специалисты не рекомендуют. Обрывать листья нельзя. Нарушается естественный процесс. После заморозков они и так опадут и утеплят почву. Главное, чтобы морозы не ударили резко. Тогда почки замерзнут и не распустятся на следующий год. Весь мир в целом говорит о глобальном потеплении климата. Конечно, нас это тоже касается. Климат действительно становится теплее. Ну и вот такой сентябрь. Можно сказать, аномально теплый. Среднесуточные температуры были в Улан-Удэ выше климатической нормы на 2-7 градусов. Не только этот, но и сентябрь 2015-го был теплее нормы. А судя по народным приметам, зима тоже пощадит. 14 октября на покров тепло и без осадков. Зато уже с 15-го в Бурятии местами выпадет снег. Антонина Болотова, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Как заработать на Путине, сделать селфи со звездой и спасти невинную душу? Ответы во всемирной паутине. Обзор самых обсуждаемых в Бурятии новостей подготовила моя коллега Ирина Эрмиль. Сколько стоит телевизор? Почти 15 тысяч спичек или 370 коробков. Столько улан-удэнский школьник потратил на портрет президента Путина. Запечатлел свою работу на видео и отправил в программу сам себе режиссер. Рубрики «Слабо» поделку оценили. И победителем сегодняшнего конкурса «Слабо» становится Максим Торопов, город Улан-Удэ. Честно заработанный подарок телевизор ждет вас в нашей редакции. Сеть по привычке немного позлорадствовала, но нашлись и те, кто новости обрадовался. Квартиру в Москве получит. Только бы квартиру не из спичек. Молодец, мне понравилось. Супер. А вам слабо сделать селфи с Екатериной Скулкиной из «Камеди Вуман»? Татьяне Нежельской нет. Квенщица из команды «Харамарин» сыграла в эпизоде последнего выпуска известного шоу. Артистка якобы приезжает из Улан-Удэ на кастинг. Станет ли вымышленная сценка реальностью, пока неизвестно. Ощущения зрителей после просмотра, как всегда, разделились. А смеяться надо с какой минуты? Миловидная. Звание почетного гражданина города ей. А вот тезки, певицы Татьяне Штыревой, уже вполне можно присуждать звание почетного спасателя. Дива на днях обнаружила возле дома замученного голубя. Кто-то перетянул его нитками. Извлекать крылатую жертву из нитяного капкана пришлось долгих 8 минут. Татьяна Штырева посетовала, что люди совсем озверели. Но история закончилась хэппи-эндом. Вот такая любовь и голубя Пола Ануденский. Спасли, малышонка. И в завершение, по традиции, заглянем в праздничный календарь. Сегодня во всем мире отмечают Международный день девочек. Эта необычная дата появилась в календаре 4 года назад. Сегодня свой праздник могут отметить более миллиарда юных представителей с прекрасного пола планеты. Но все же, кто же они такие, эти девочки? Ответы устами младенцев и взрослых в нашем следующем материале. Девочки – это такое существо, которое должны защищать мальчики. Девочки – это самые красивые. Удивляюсь, я уже забыл. Это такие красавицы. Девочки – это будущие бабушки, будущие красавицы, будущие женщины. И будущие невесты. Они любят играть в куклы. Девочки – это слабый пол. У них косички. Бантики, заколочки, рюшечки. Волосы розовые. Кому-то розовенькое идет, и кто-то хочет вот этой всей мимимишности, а кто-то нет. Кому-то нравится, брутальное. А губы должны быть помадой накрашены. Прекрасный пол. В куку играют еще в маленьких. Играют еще в хозяйках котенков. Играют еще в зверюшек. Девочки очень хорошо должны выглядеть. Вон отходят. Будущие работницы, будущие защитницы от всяких злов. Она должна быть красивой, убранной. Она качественной. Что ж, поздравляем всех девочек с праздником. Сегодня даже погода радует, как говорится, все для прекрасных юных дам. Подарок природы, кстати, одним днем не ограничится. Завтра, послезавтра синоптики обещают ясную теплую погоду практически во всех районах республики. И на этом моя часть выпуска завершена. Впереди рубрика «Сфера интересов». Я же прощаюсь. До свидания, БРТ.